Сочи буквально забит отдыхающими. Нагрузки на коммунальные службы увеличились в разы. Мы хотели, чтобы у нас полный город был гостей. Мы это получили. Мы сегодня видим, что наши гости живут даже на квартирах у наших горожан. Это все, конечно, придало нам дополнительных затрат. В первую очередь, это санитария. Первый же плановый обход показал – реки засоряют канализационные истоки частных домов, в которых сейчас заселяют сразу по несколько семей отдыхающих. Увиденное, к примеру, в поселке Лао, где протекает одноименная река, буквально шокировало главу города. Люди в августе месяце при температуре воды 27 градусов – это катастрофа, когда сбрасывают фекалии в море. Обнаружили – берите и отключайте. В случае, если проблема не будет решена в экстренном порядке, руководству поселка Анатолий Пахомов пригрозил увольнением. Собственникам же домов, виновных в нарушении санитарных норм, грозит ответственность вплоть до уголовной. Похожая ситуация и в Адлерском районе, где целые многоэтажки сливают сточные воды в реку Хирота. На совещании отметили – в день удара стихии 25 июня в поселке Мирном насос не справился с притоком воды именно потому, что был забит как раз канализационными стоками. Отдельная тема – подготовка города к зиме. Эта работа сейчас идет опережающими темпами. Теплосети и котельные уже готовы к холодному сезону на 75%. Остается вопрос с тарифами. Сейчас теплосети вынуждены предоставлять услуги даже ниже себестоимости. А вот оценка работы водоканала, которую дали на совещании, была однозначной. На наш взгляд, пока мы видим, наш водоканал не выполняет те обязательства, которые должны. Из-за невыполнения организации большинства своих обязательств перед жителями и задержки сроков проведения работ по подготовке курорта к зимнему сезону, администрация города собирается обратиться в суд для расторжения договора с водоканалом. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.